Задачка, которую не успел рассказывать в прошлом семестре, это задачка Ольга Заки. Итак, сегодня рекурсия и динамическая программируемая. Итак, что такое рекурсия? Рекурсия – это способ решения задачи через вызов под задачи аналогичной до исходной задачи. Когда я вначале в первый раз говорю, что такое рекурсия, я шуточное определение даю. Ансамбль или, конечно же, рекурсию, можно сформулировать определение. Рекурсия – это способ решения задачи через вызов под задачи аналогичной исходной задачи, но меньшей по масштабу. И очень важно сформулировать, что такое крайний случай. Крайний случай – это способ решения самой простой задачи, который не требует вызова решения под задачи. Ладно. Значит, еще раз, логику я напомнил, как это выглядит с точки зрения, например, функции факториала. Факториал вообще как раз является тем случаем, когда не надо использовать рекурсию. Это лишняя ситуация с факториалом, он прекрасно считается через цикл. Но, тем не менее, именно на нем чаще всего показано. Я факториал сформулирую как f от n. И чем я буду пользоваться? Я хочу сказать, что у меня факториал числа равен 1 для n, равного 0. Это крайний случай. А все остальные случаи я буду рассматривать рекурсия как f от n-1, умноженное на n. Для n больше 0. Математическая формулировка. Это все было, должно было быть и было в прошлом семестре. Я просто быстренько раз-два, раз-два, сейчас таки. Факториал и прибор. Значит, и реализация. Соответственно, df факториал, да, f от n, где n целое число, результат целое число, аннотация типов. И что у нас получается? Я говорю, что если у меня крайний случай, в этом случае результат это просто 1. А иначе... Ну, вы знаете, что в этой ситуации иначе писать не обязательно, потому что ретернир уже вышел. Просто можно писать ретернир. Соответственно, f от n-1, умноженное на n. В случае с факториалом, в случае с факториалом, скорость вычислений будет у нас пропорциональна чему? Количеству n, да, числу n, от которого мы считаем факториал. Если мы не считаем, что у нас количество цифр растет, если задуматься над тем, что количество цифр растет, и каждое умножение становится уже достаточно сложным. Само умножение двух чисел на самом деле является достаточно сложной задачей, если у этих чисел много цифр. Вот так, по тысяче цифр. Или тысяча цифр умножить на число из десяти цифр. Это непростая задача на самом деле. Значит, но в данном случае эта асимптотика нас вполне устраивает. И необходимость переделывать это в динамическое программирование, она скорее состоит в том, чтобы память сэкономить. Ну, в смысле цикл, да, сейчас я не буду динамику сейчас показывать. Надо сразу не показать. Давайте сразу их покажем. Это вариант номер один реализации вот этого. Вариант номер один. И сразу давайте вариант номер два реализации этого ГОЖЭ. Динамическое программирование не требует оформления в виде функции. Рекурсия обязательно требует оформления в виде функции, иначе мы не сможем вызывать алгоритм решения под задачи. А динамика нет. Мы создаем просто некоторый массив, иногда можно обойтись и без массива. Я сейчас не буду обходиться без массива, несмотря на то, что я хочу хранить все промежуточные значения функции. Значит, в чем состоит динамическое программирование? Я создаю массив со значениями функции. Я сейчас делаю так. Я заложу туда значение 1, заложу туда значение 1, и повторю его n плюс 1 раз. Мне просто нужно зарезервировать память под массив, вот и все. Вот я себе ее резервирую, говорю, что у меня будет от 0 до n включительно индексы. Так вот, еще раз. Динамическое программирование состоит в том, что мы расширяем наши знания о значениях функции. То есть в ситуации с рекурсией мы вычисляем функцию, вычисляем функцию, а здесь мы наоборот всегда начинаем с крайней кучи, то есть f от 0 равно 1, это здесь уже заложено за счет того, что я сюда единичку заложил. Все остальные значения, которые там сейчас лежат, они неправильные. Я мог бы подчеркнуть это за счет вот такой вот инициализации, хотя она чуть-чуть искусственная и излишняя. Нан, умноженная на крятость. Я могу просто ради большей читабельности, чтобы это было более пояснено, на все остальные значения заложить в нан. Не знаю, надо это или нет, но я сейчас оставлю этот вариант как более читабельный, но он менее эффективный, чуть-чуть. Потому что создается лишний объект. А потом он конкантимируется, в общем, сейчас это даже не важно, но читали. Ладно, так вот, реально наше знание только вот здесь пока. А вот дальше мы начинаем расширять наше знание. Дальше делаем это при помощи рекуррентной формулы, которая будет это дело расширять. For height, for range. Что у нас получается? Начиная от единицы, от единицы и до n включительно, значит до n плюс 1. И что я делаю? Я говорю, что f и то е равно значению f и то го минус 1, до множенному на что? Ну, на и. Логично. На этом у меня результат вычисленный. Результат у меня надо искать в одном значении функции. В данном случае результат находится в f от n. Но поскольку я не оформлял это в виде функции, то показать, что где именно результат, мне становится чуть-чуть сложно. У меня все результаты, все значения функции сохранены в отличие от рекурсии. Но тем не менее, так что я все его сейчас распечатаю так же на экране, чтобы просто подчеркнуть, где лежит результат. Принт, реактемпинг. Ни одного базового функций. Скажите мне, пожалуйста, а какое из этих решений экономнее по памяти? А? Первый. А по идее второй, потому что у нас в первом еще и хранится в стеке адреса, куда мы возвращаемся, когда мы перекурсируем. А кто-нибудь первый, а хочет сказать? Человек говорит абсолютно правильно. Абсолютно верно. Кажется, что вы сейчас выделяете целый массив значений, да, целый массив значений факториала, а здесь вроде массива не выделяется. Где же здесь потребление памяти? Оно спрятано. Но в тот момент, когда мы заглубляемся, заныриваем в очередной рекуррентный вызов, и заныриваем, и заныриваем, и заныриваем, у нас на самом деле выделяется память под адрес возврата, то есть куда мы будем возвращаться, и под локальную переменную n тоже. Вполне возможно, что у вас будут еще какие-то накладные расходы дополнительные, связанные с вызовом функции. В питоне каждый вызов функции оформляется в виде чего? Это создание пространства имен отдельно. То есть у нас имя n появляется в этом пространстве имен. Понятно? Поэтому там могут быть дополнительные накладные расходы на самом деле. И на глубине у нас получается, насколько самая большая глубина, но она равна n плюс 1. Так что ничего мы абсолютно не выгадываем, только хуже. Понятно? Рекурсия чем красива? Именно своей красотой. Она ясно выглядит, она очень четкая. Ясно? Но все-таки здесь нет асимпатического преимущества. То есть нет такой ситуации, чтобы мы взяли и для какого-то n мы так можем, а так нет. Ну то есть асимптотика линейная. Нет большой проблемы. А вот на числах Фибоначи это становится совершенно ясно. Я показывал проблему? Повторим. Хорошо, давайте просто повторим. Значит, то же самое на числах Фибоначи. Давайте вначале математическая формулировка. Давайте я лучше вертикально здесь это расположу. Значит, я напишу фиб, да, фиб, н, т. Фиб, н, т. Н, т число Фибоначи. Итак, вначале опишем крайний случай. Крайний случай у меня будет нулевое число Фибоначи равно нулю, первая единица. Обычно начинается с первого второго, первая единица, вторая единица. А я начну с нулевого. Какое равно нулю? Значит, получается, что у меня числа Фибоначи равны самому n, когда n у меня принадлежит от нуля до единицы. Кстати, у меня есть вопрос. Вот можно вернуться на секундочку к той доске. А можно пока вот здесь посмотреть. Скажите, а числа Фибоначи для отрицательных чисел существует? А? Ну, можно расширить. То есть, обычно про них не говорят вот так вот, они менее известны. Но можно расширить. А вот, говоря вот сюда, факториал для отрицательных чисел существует, скажите, пожалуйста? А? А для многих чисел? На самом деле существует. Можно расширить эту функцию. Эта функция, она определена на некотором вот кусочке, да? Но ведь, простите, пожалуйста, и синус с косинусом на самом деле определены для углов. А углы, самый вот безумный угол, это 180 градусов. 360, вот эти углы, которые больше, чем 180, это уже некоторое математическое расширение понятия угла. А ну правильно, может, хорошо, ладно, до 360. До 360. Но синус хорошо. Даже вот на 360 градусов, куда определили. Да? Ну почему мы берем, делаем какие-то отрицательные углы? Да? Делаем углы больше, чем 360 градусов. Я прекрасно, я фестиваль закончил, я прекрасно понимаю, да, пожалуйста, можно расширить. Так почему нам факториал нельзя расширить на большее, если мы синус расширяем и в левое количество факториал нельзя расширить? Число Фибоначчи. А теперь возвращаясь к этому моменту. А наша рекурсия, она действительно нас всегда ведет к крайнему случаю? Если я захочу вычислить факториал от минус 1, то что я скажу? Ну с чем он будет равен? Факториал от минус 1. Ну он будет по нашим логике он будет равен факториалу соответственно от минус 2, да? До множить на что? На минус 1. На минус 1. Ну то есть я буду уходить, углубляться в минус бесконечность. f от минус 2 требует f от минус 3 и так далее. То есть здесь, чтобы это дело работало, да? Нужно в обратку двигаться. То есть наше, наше вот это определение, оно казалось нам логичным до тех пор, пока мы за диапазон не вышли. Возвращаясь к числам Фибоначчи, да? Я здесь не пишу n меньше либо равно 1, потому что я на самом деле предполагаю n целое неотрицательное. Все такое. Потому что иначе вас ник не путала. Большой вопрос, а почему у меня числа Фибоначчи для отрицательных чисел равны отрицательным самому n? тут нужно быть математически аккуратным. Алгоритм, он тупой, он делает ровно то, что мы в него заложим. А все самое главное, оно происходит в момент формулировки задачи и ее математического решения, которое вы будете программировать. Поэтому не удивляйтесь компьютерным вычислением, которое показывает совершенно неадекватное. Итак, число Фибоначчи в рекуррентном случае я буду как вычислять? Говорю, оно равно предыдущему числу Фибоначчи плюс предпредыдущему числу Фибоначчи. Для n, соответственно, больше, чем единицы. Прекрасно, прекрасно. Программируем рекуррентно. В рекурсии у нас функция останется функцией, мы ее оформляем как, собственно, функцию Фибоначчи. Единственное, что я, наверное, с маленькой буковки буду писать ради уважения к Фибоначчи. Делаю нотацию типов, то же, что у меня целые числа подразумеваются. А нотация типов не обязана, она не делает питон статически типизированным. Я ее пару раз упоминал в прошлом симметрии, что есть такая штука в питоне, можно упомянуть типы параметров и типы возвращаемого значения. Но я, может быть, постараюсь почаще это сейчас употреблять. А может и нет, посмотрим, как доска позволит. Смысл в том, что вы можете позвать эту функцию с другим параметром, другого типа, питон не возмутится. По крайней мере, если вы не заставите через специальную библиотеку, не заставите проверять. Ну, в общем, тем не менее, нам дело более читабельно, потому что хотя бы понятно, что мы сюда засовываем. Итак, крайний случай. Если n у меня, соответственно, в данном случае я хочу отсечь все-таки вот эти вот отрицательные числа. То есть, дураку пользователю. Пользователем я здесь называю не конечного пользователя программы, а программиста, который будет пользоваться этой функцией. Но вот я хочу дураку этому пользователю по рукам дать в тот момент, когда он захочет позвать функцию Фибоначчи, мою, с отрицательным n. Она для этого не предназначена. Поэтому я напишу здесь assert n больше либо равно нуля. Ну, кстати, я могу здесь жестко потребовать тип, но я не буду жестко требовать тип. Я просто утверждаю, что n больше либо нуля. Если мое, на мое веро в это окажется нарушенное в момент вызова функции, то здесь произойдет что? Исключение. Assert exception. И оно сразу покажет тому самому программисту, который позвал с отрицательным значением. Вот. Нельзя. Так. Ну, это просто, чтобы я изоодно, кстати, assert делает код более читательным. Потому что он показывает тому, что читает эту функцию и собирается ее выполнять. Прям показывает. Не делай так. Тут верят в то, что n больше либо равно нуля. Итак, вот после этого заключения я имею право написать, если n меньше либо равно единице. Если n меньше либо равно единице, то итоговое значение это просто само n. А иначе что? А иначе рекурент мы снижаем. вот с вами буквы и фи от n минус 1. Я скобочки возьму, чтобы мне место сейчас сэкономить. Права. фи от n минус 1 плюс фи от n минус 2. если у вас в питоне какое-то выражение не помещается в одной строке, его можно переносить, если вы если будет какая-то открытая скобка. Вот я сейчас, чтобы не ставить отбойник вот здесь косой чертой, я вот так вот скобки беру и могу переносить на сколько строк, сколько мне надо выражать. Ладно, я к чему? Вот я написал рекуррентную функцию, которая вычисляет числа Фибоначчи. Но я должен был показывать в прошлом семестре к чему это приводит. К тому, что вычисление числа Фибоначчи занимает время сравнимое с самим числом Фибоначчи. Ну а ведь логично, у меня все складывается из ноликов и единичек. Понимаете? То есть у меня из ноликов и единичек все должно соединиться. То есть я хочу посчитать число Фибоначчи какое-нибудь число 10 маленькое, 55, а вот число 20 я вам сейчас на память не назову сходу. Но там числа-то они очень быстро растут. А сотое число Фибоначчи оно уже занимает несколько строчек в написании. Цифр много. Ну и посчитать, а я вчера буквально я школьникам это дело рассказывал и запустил на переменку поставить сороковое число Фибоначчи. Оно успело за 10 минут, но и оно успело. А я уверен, вот сорок первое бы уже не посчиталось. Оно сороковое, считалось 5 минут. Не, ну ладно, сорок первое бы еще посчиталось, но сороковое бы можно было бы уже очень долго ждать. Каждое следующее число Фибоначчи считается столько же, сколько считались два предыдущих и предпредыдущие. Понимаете? Это заложено прямо вот сюда. Вот время вычисления Фибоначчи от n равно сумме времени вычисления Фибоначчи от n-1 и от n-2. Короче, не устраивает нас эта ситуация на самом деле. И что мы делаем? Очень просто. Мы делаем не рекуррентное, а динамическое. То есть расширением функции. Я все-таки оформлю это как функцию, чтобы, не знаю, мне немножко не нравится отпринтовать, я ретернов хочу возвращать значение. Я оформлю как функцию, но она не рекуррентная, она ничего не вызывает. Фиб 2 я ее назову. Альтернативная, да? Фиб динамик, можно назвать. Значит, что она получает? Она получает переменную. Ну, все, та же, постановка задач это та же самая. Результат ожидается тот же самый. Значит, что мы делаем дальше? Значит, я повторю еще. n, соответственно, больше 2 равно 0. Итак, что я делаю? Я говорю, во-первых, какой if? Никакого if. Вообще никакого if. Долгим, начиная от 2 и до n. А начинаем с чего? Начнем мы с выделения памяти. Ну, я здесь использую одну заглавную букву под массив. Или могу назвать вот так, что? Правда, все-таки так не полагается. Давайте смолим, смолим, ладно, с маленькой буквы тремя буквами. Тип будет называться, чтобы было почти как там. Это будет массив. И я сразу зарезервирую память, так лучше. Я все равно придет. Зачем и пендить? Зачем расширять массив? Знаете, почему это плохо и пендить? С одной стороны, это хорошо для динамического массива, когда вы действительно заранее не знаете количество чисел, которые надо хранить. То лучшим выходом будет и пенд к пустому списку. Если я реально не знаю, их сто или миллион, но каждый и пенд, он потенциально будет приводить к чему? Ну, потенциально, какой-то реально. ждем-ждем-ждем, в какой-то момент раз, у нас будет происходить аллоцирование памяти. Нам надо расшириться, и это будет происходить через системный вызов. Операционная система дай памяти, она дает память. Происходит перенос значений в новое место. Представьте себе, реальная память, она как устроена? Вам надо, как вы представьте, что у вас есть участок, на котором у вас стоит дом. Вот у вас стоит там домик какой-нибудь, и вы хотите там, не знаю, тут гараж какой-нибудь у вас стоит, и вы хотите рядом еще прутик себе сделать с уточкой. А рядом, собственно, у вас живет сосед. Свой домик, какое-то свое хозяйство, слини какие-нибудь, виноградник. И он не хочет вам отдавать, кто вам отдаст вот так? Ну, вы что можете сделать? Силы забрать. А? Силы забрать. Да, так поступали несколько израильских царей, за что потом поплатили. Нашелся над ними царь. Но ситуация какая на самом деле? В реальной жизни мы ничего практически сделать не можем, кроме чего? Давайте купим новый участок, достаточно большой, чтобы на нем поместилось все. Понимаете? То есть мы берем и перевозим туда соответственно наш домик, то есть все хозяйство, перевозим аккуратно, то есть короче говоря, аллоцируем новую память достаточного размера, перетаскиваем туда все это дело. Простите, я сейчас скрытые асимптотики чуть хочу сказать, немножко скрытой кухни бетоновской, но она никуда не девается. Лишний и пент, да, он приводит к чему? А вот вы, а у вас реально произошло, когда резервирование памяти зарезервировано немножко в запас. Вы создали пустой список, на самом деле он чуть-чуть не пустой в смысле того, что там место есть. Чуть-чуть. Чтобы положить туда один элемент, два элемента, три элемента, но в какой-то момент следующий элемент положить нельзя. И следующий и пент приведет к чему? Что вам надо аллоцировать в какой-то больший участок. Не дай бог, если бы питон бы аллоцировал только после 4, допустим 5. Понимаете? Ну зачем? То есть чтобы на следующем элементе это наступило, да, и каждый раз аллоцировать. Нет, он все-таки сразу участок побольше себе прикупит в операционной системе. В смысле, дай мне сразу там разно, ну там не в два, есть специально последовательные чисел, с которыми он аллоцирует запасы. Но тем не менее смысл в том, что он аллоцирует побольше, чтобы вы имели возможность дальше расширяться в какой-то момент, когда вам окажется еще один, он снова, так сказать, прикупит запас, переведет туда аккуратно все значения, все ссылки туда переедут и начнется дальше. Понятно? Я к чему? Что я не хочу создавать пустой список или список, содержащий только 0,1 и все, а остальное аллоцировать в процессе последовательного. Пентек, пентек, пентек. Не хочу. Зачем? Потому что я заранее знаю, какой участок мне понадобится. Понимаете? В данном конкретном случае я просто заранее знаю, мне n известно. мне нужен размер n плюс 1 начиная от 0 до n включительно. Поэтому я начальные значения проставляю сразу 0,1 хотя тут тоже маленькие скрытые моменты. Вот если я сейчас создам вот так вот 0, я так обычно пишу школьникам. В чем минус? Я создаю раз объект списка, два малюсенькие объект списка, которые потом преобразуются в длиннющий список, потом длиннющий список и коротенький список соединяясь образуют еще один список длинный. Поняли, да? То есть может быть с точки зрения попытки оптимизировать скорость, но по крайней мере я не говорю на питоне вообще оптимизация скорости должна сводиться к асимпатическим вещам. Потому что если вы захотите что-то передописать совсем быстро, то вам придется сменить язык программирования на C++ просто по-любому. Просто по-любому. Но в каких-то ситуациях можно это несложно сделать. То есть в данной ситуации чем закладывать это в однострочник, я же, извините, не в соревнованиях под код-гольфу играю. Знаете, что такое код-гольф? Не слышали? Но есть спортивное программирование, где люди пишут алгоритмы максимальной асимптотики, по скорости. И укладываются в набор тестов, чтобы он всегда работал правильно. И крутые сложные алгоритмы. А есть соревнования по код-гольфу. Как написать это в минимальное количество символов? У меня же нет цели написать наиболее компактный код. Я радуюсь тому, что Python позволяет писать коротко. Но если бы я хотел совсем писать коротко, нам нужно было бы какое-нибудь лямбдоисчисление. Есть всякие языки, которые позволяют специально записывать это коротко. А я могу сказать просто. Давайте отрезервируем себе наноми n плюс 1 раз. А в первые два значения, вот кусочек этого я на самом деле здесь могу воспользоваться срезом. Я могу сказать, что в первые два числа, начиная от начала по второй не включительно, положить 0,1. Просто, чтобы, да, все-таки это в одну строчку написать, но по крайней мере не создаю потенциально гигантских. Ладно, простите за герические отступления, может быть, они вам когда-нибудь помогут. А может и нет. Ну и дальше циклом я расширяю свои знания о этой функции. Знаю пока, что 0,1. А тут я запускаю for i in range. Ну или давайте k назову. for k in range. Соответственно, начиная от 2 до n включительно, поэтому n плюс 1. И что я говорю? f в каты равно f в ка минус 1 плюс f в ка минус 2. Все, результат по окончании цикла я расширю функцию до необходимого мне значения и я его могу возвращать, return соответственно в перемене массива и в n там лежит нужное мне значение. Вот этот алгоритм, он работает за линейную асимптотику по количеству чисел и при помощи него легко вычислить тысячное число фибоначи. Десяти тысячное число фибоначи. То есть, что-то, что для этого совершенно запредельно. Вопрос. Но все-таки рекурсия она иногда выглядит лучше. А нельзя ли все-таки как-то сохранить возможность и рекуррентно оформлять нашу функцию, нашу задачу, наш алгоритм и рекуррентно оформлять и в то же время использовать динамическое программирование? В том смысле, что запоминать те значения функции, которые уже вычислились. Оказывается, да. Оказывается, да. Это называется рекурсия с кэшированием. Рекурсия с кэшированием. Это вариант динамического программирования, в котором мы используем рекурсию. Что я делаю? Я теперь, после того, как я убедился, что это не крайний случай, крайний я буду всегда сразу отбрасывать, крайний раз посчитать. Но если это не крайний случай, то я буду говорить. А это иначе если, иначе если что, если значение уже посчитано. В качестве универсального хранилища я могу использовать словарь, могу использовать и массив. Но в данном случае мне а я вообще не рассказывал, надо дожить до словарей. Хорошо, массив. Буду использовать массив, в котором у меня точно так же, как там, я сейчас пропишу какие-то значения. Я начинаю вычислять хим от н. Сейчас, как вы мне сделаете, чтобы это число было не заложено. Ну, мне либо нужно выделять память заранее, вот все допустимые н, которые я только буду вычислять, либо в первый момент вызова определиться, вот как только вызвали в первый раз, вот тогда я выделяю память под нужное мне количество. На самом деле возникает все-таки проблема маленькая с освобождением. Вот как это сделать, если я не использую это правильное сейчас я решусь на один из вариантов. Я предпочту сейчас вариант, когда я выделяю память заранее и не буду париться. Я сейчас предпочту конкретно ситуацию, когда n не может превышать некоторого максимального числа. Допустим, я точно знаю, что у меня уровень рекурсия ограничен чем? Глубина рекурсии по умолчанию. То ли тысяча, то ли десять тысяч. Ну, десять тысяч точно. Больше десяти тысяч рекурсия в питоне стандартно не пускают. Поэтому я сейчас что сделаю? Я сейчас сюда добавлю ссен. Добавлю n больше либо равно нуля. n может даже проще. n лежит в диапазоне. Вот. Я все поверну. n а то там не помещается. И n меньше либо равно десяти тысяч. меньше чем десять тысяч. Все. Так. Теперь поехали. Первую память я выделяю вообще вне функции. Отдельно. Назову это буковкой F большое. Я сейчас прозову. Это будет массив в котором я выделю значение minan умножить на максимально допустимое десять тысяч один. Десять тысяч один. А, меньше? Что здесь? Так. Ну что же. Значит это поехали. Теперь я еще раз спрашиваю. Если у меня если у меня значение давайте начнем именно с кэширования. То есть проверим а значение это уже известно или нет. То есть если у меня F от N в массивчике является из нот N из нот N если там не N значит туда уже положили закэшированное значение сохранили в кармашеке. тогда просто вернуть то что там вычислено. Return F вот M все. А если нет вот если там еще мы не знаем чему равняется пункт ну тогда вычисляем. Вот тогда я начинаю элит и вначале я отработаю крайний случай иначе если N меньше либо равно или митца то соответственно что закладываем эти значения туда вначале F от N F от N равно N ну и return F от N и иначе если иначе если N что у нас а иначе если не надо иначе else что я делаю иначе я вычисляю в начале значение и складываю F от N но вычисляю его рекуррентно и кладу его туда F от N чему будет равно оно будет равно функции F F от N минус 1 плюс F от N минус 2 а потом я возвращаю return F это не самый короткий я способ написал в первую очередь почему а потому что я все равно потом возвращаю return F от N я все равно складываю его туда возвращаю на самом деле я мог сказать именно так а давайте вычислим F от N когда он нам то есть когда наоборот не изнут нам а когда он из нам вот тогда мне надо вычислить его тем или иным способом да если нам то тогда если N меньше или равно 1 то F F от N равно N да а иначе F от N я сдвину вправо а иначе F от N равно F под N минус 1 да и по любому на или не нам но в любом случае я должен вернуть F от N в качестве любви он окажется массивным вот это вот вот этот способ он не является лучшим не является лучшим потому что здесь есть самый простой надежный лучшим вот он простое динамическое программирование но кэширование оно в некоторых ситуациях является очень выгодным как пример рекурсии с кэшированием самый простой который мог привести это с числами Fibonacci несмотря на то что здесь сохраняется рекурсия в полном виде асимптотика переходит в линейку асимптотика от O от Fibonacci от числа Fibonacci от N по сути экспоненциальная становится асимптотикой линейной от N так ну что ж мы с вами поговорили все про рекурсию динамическое программирование а сейчас я расскажу вам задачу по рюкзаке динамическое программирование великой вещи обычные функции функции хороши ради рекурсии чек функции хороши ради группировки программного кода чтобы ваша программа представляла не монолитный блок кода а была названа чтобы у вас появлялись названия ваших алгоритмов даже оформить числа Fibonacci уже красиво когда эта функция есть ретер ее можно позвать удобно но самое можно стереть написали но часто может оказаться что ваши товарищи которые пишут на чистом C ничего не знают про структурное программирование ничего не знают про объектно ориентированное программирование но они могут вычислительную задачу взять сесть обычными циклами взять и решить за счет чего за счет того что динамическое программирование круто работает и когда вы столкнетесь с вычислительной математикой вы не обижаетесь если вам скажут писать только на C или на чем нибудь еще вплоть до фортран там все ваши продвинутые знания по питону или там по ООП они могут вам действительно не быть нужны и не надо думать что преподаватель не шарит он прекрасно шарит но та функция целевая которую он вычисляет она действительно очень-очень-очень сложная иметь большое прикладное значение то есть там какого-нибудь равния задача задача урюкзаке ее общая формулировка звучит следующим образом представьте себе что вы искатель клада и забрались глубоко в пирамиду египетскую и раскопали там всяких сокровищ вот вы на них смотрите на эти сокровища но вы там довольно глубоко то есть вам выбираться придется наполнять некоторый мешок вы можете положить в некоторый мешок ограниченное количество предметов мешок достаточно может быть вместительный но все-таки максимальная масса предметов которую вы можете положить она равна больше туда не поместится то есть на условное 100 килограмм больше вы не выволочите откуда вот и лежат некоторые предметы некоторые предметы я их очень просто нарисую предметы некоторые артефакты и эти артефакты они имеют разную массу и разную ценность у каждого своя масса и своя ценность соответственно M1 M2 M3 M4 да так и второе у вас есть некоторая стоимость да ну value V1 value 2 V2 V3 V4 она в чем-то измеряет условно в унциях золото или может быть там в долларах вы сразу можете прикинуть сколько что стоит ваша задача унести не как можно больше по тяжести а вам надо унести как можно больше ценности на себе унести унести как можно больше вот этих вот суммарную V максимально но несете это вы все-таки массу вот и у вас если если вдруг окажется что суммарно все эти массы влезают в рюкзак то задачи нет все сложили понесли а задача оптимизационная надо суметь уложить в рюкзак максимальное количество вот этих вот предметов так чтобы ценность была максимальной давайте я еще раз подтяну сумма масс соответственно некоторые как говорят икаты икаты то есть не каждая а эти и но эти и принадлежат некоторому набору к из некоторого количества n штук n различных икатах где икатые номера предметов соответственно эта сумма должна оказаться меньше либо равна чем m с макс при этом мы хотим чтобы суммарная вэлью икатая да та вэлью которую вы уносите она у вас была максимальной стремилась к максимально возможной ну давайте v макс ну в смысле стремилась она ее должна достигнуть она же дискретная ситуация мы либо берем либо не берем каждый дед как можно решать эту задачу у этой задачи решение это набор собственно номеров набор этих икатов 1 3 4 1 2 4 2 3 4 какой-то вот набор 2 4 которые соответствуют вот этому условию и при этом стоимость которая получается является максимальной среди возможностей у нас потенциальные решения принадлежат множеству потенциальных решений то есть короче решение задач это подмножество предметов множество всех подмножеств имеет мощность 2 в степени количества предметов то есть если у меня суммарное количество предметов их всего n штук то общее количество всевозможных подмножеств этого множества 2 в степени m 2 в степени m это количество вариантов выбора этих предметов понятно как я могу их оценивать и считать ну просто можно 0-0-0-0-0 это значит что я ни один не беру 0-0-0-1 значит я беру только наверное надо было наоборот мне сейчас проще честно сказать на картинке будет номера переставить 4-3-2-1 4-3-2-1 в смысле того чтобы у меня на самом деле это не имеет большого значения потому что я все равно сейчас полный перебор я программировать не буду он достаточно легко программируется соответственно следующий 0-0-1-0 0-0-1-1 дальше пойдет что в конечном счете вам сейчас будет уже не видно это закончится 1-1-1-1 попыткой взять все предметы в каждом этом варианте я просто могу перебрать все варианты для каждого варианта высчитать суммарную массу суммарная масса m суммарная и v суммарную суммарную ценность и проверить для всех случаев когда суммарная масса не превышает массы которую я могу в мышке посмотреть какая получается стоимость и найти максимальную v суммарную понятно решить это решение называется полный перебор полно переборное решение оно является решением задач ну представьте себе что я действительно нахожусь передо мной лежит эдак ну 10 предметов всего лишь 10 предметов но не влазит среди них может быть есть самый тяжелый может быть самый ценный жалко я не не прикинул наборов чисел которые бы показали какие-то ситуации но сейчас можно что-нибудь попробовать породить можно попытаться попойти так ну я оцениваю 2 в 10 это сколько 1024 различных комбинаций то есть я так оцениваю что я сейчас тут с голода помру уже и не переложу эти предметы 1024 только если 10 а если 20 предметов ну все задача становится как будто бы нерешаемой можно там задумываться в этой пирамиде какой вариант есть алгоритм жадный давайте хватать в начале самый ценный среди всех этих предметов давайте какую-нибудь конкретную попробуем набросать какой-нибудь конфликт по массам и по стоимостям и попробуем неполнопереборным решением пойти да еще раз асимптотика полного переборного решения она вот здесь скрывается давайте вот запишем асимптотика этого решения значит асимптотика этой задачи вот с одним асимптотика значит полнопереборного если полнопереборно то что у нас получается о от 2 к степени н 2 к степени вариант у каждого посчитать сумму то что оно еще и домножить на н там примерно там не это уже все равно как кажется главное сказать так значит жадный алгоритм у него асимптотика прекрасная но он не дает решения в конечном счете давайте посмотрим итак допустим у меня есть предмет который весит 1 и стоит 1 есть предмет который стоит а сейчас 1 весит 2 и стоит 1 есть предмет который весит 3 и стоит 4 есть предмет который весит 3 и стоит 6 например да и есть предмет который весит ну например сейчас скажу 5 да и стоит при этом сейчас попробую приедем сразу удачно вошло и стоит он допустим ну допустим он стоит тоже 5 первый вариант который первый вариант жадности давайте хватать просто самый дорогой предмет я просто вот у меня массы массы вот у меня стоимости я беру и говорю о вот этот самый дорогой и его хватит и кладу к себе в мешок я себе набрал 3 по массе суммарная масса равна 3 а суммарная стоимость у меня какая стала 6 смотрю я его взял хорошо взял следующий по стоимости вот этот могу я его взять могу я его взять я сразу хватаю его масса увеличилась на 5 да и стоимость увеличилась на на 5 да могу я еще что-нибудь взять я пытаюсь взять самый большой который самый большой прошу прощения который могу этот я теперь уже не могу взять оставшаяся масса допустимая у меня осталось 2 а этот могу и соответственно беру и увеличиваю свою массу на 2 стоимость на 1 сколько у нас получилось в результате 12 мне кажется что этот в данном конкретном выборке он нашел оптимальное решение потому что больше здесь действительно взять нельзя но чуть-чуть можно поменять параметры сделать так чтобы у меня какой-нибудь груз сюда например не влазил например вот этот вот грузик чтобы он у меня сюда уже не влазил пусть он тоже у меня весит 3 пусть он тоже весит 3 да и стоимость у него ну какую стоимость это неважно пускай она будет там та же 3 не та же другая все в этом случае я жадно х пол раз х пол два да и у меня сколько в этом случае получается у меня получается что я набрал 11 да у меня еще кусок мешка пустого в который ничего не влезает в данном случае очевидно что выгоднее чем поступить жадно выгоднее было бы взять и сложить вот те первые 3 предмета то есть вместо того чтобы взять вот этот вот этот взять вот эти 3 предмета взять вот эти три предмета. Соответственно, что у меня получается тогда в этом случае? Масса 3 плюс 3 плюс 3, то есть я укладываюсь, и по стоимости у меня получается 3 плюс 4 плюс 6, то есть 13. Мы не нашли при помощи жадного алгоритма, не нашли решение. Но зато скорость какая? У него асимптотика, она действительно просто от количества предметов зависит. То есть нужно просто перебирать, ну хорошо, даже квадратично. Вот я просто перебираю, каждый раз прохожу всем предметам, и ищу из них самый дорогой. Нашел кладу, снова ищу самый дорогой кладу. Можно отсортировать их. Скорость сортировки предметов, а потом просто линейно выбираю, пока они нагребут. Отсортировал их по жадности, по стоимости, и хватаю самой жадной, пока мешок не наполнится, пока уже не могу брать. Ну или в какой-то момент, когда я не смогу, не влезает, я буду отбрасывать те, которые нет. Ну в общем, короче, асимптотика, ну в самом худшем сортировке пузырьков, у АТН квадрат. Ну там, я напишу квадратичную, полиномиальная, короче говоря, полиномиальная скорость. Возникает вопрос, конечно же, даже тут, наверное, вы можете сообразить, что можно оптимизировать. Можно оптимизировать. Вот особенно в такой ситуации, если бы вот этот вот у меня стоил, например, 4, 4 бы стоил, то стало бы совсем понятно, что, ну вот, этот самый тяжелый и самый дорогой почти бессмысленно брать. У него там металл, может быть, не очень драгоценный. Бессмысленно его брать. Надо постараться взять вначале более драгоценные по плотности. То есть, короче, нужно нормировать V на массу. Второй вариант жадности. То есть я вычисляю, я сожру тут полнопереборный, я вычисляю, соответственно, V разделить на M. У меня что получается? 4 третьих, ну я дробями такая ставлю, 4 третьих, 4 третьих, они одинаковые стоимость имеют, немножко больше единицы, здесь у меня плотность получается стоимости, да, 2 доллара за килограмм, а здесь 1 доллар за килограмм. В этом случае становится видно, что более умная жадность, она даст нам решение вот в этой ситуации. Она нам выдаст что? Вначале хватаем вот этот грузик, да, он у нас помещается, хватаем потом вот этот грузик, да, замечательно, он помещается, и хватаем грузик вот этот, он помещается, и мы набрали действительно максимальную возможную стоимость. Можно показать, правда, придется уже немножко напрячься с подбором, что вот эта оптимизирующая жадность, она тоже не работает хорошо. Она тоже не работает хорошо. Ну, например, я попробую немножко подобрать. Я вот так вот сделаю массу по 4 килограмма. И они у меня перестанут влазить. Даже если я сделаю у одного из них массу 3, то все равно они не влазят. Да? Так, сейчас одну секундочку. Значит, это у нас... Правильно? У нас получается 11, а максимального... Я сейчас подразумеваю максимальную массу. Максимальную массу я подразумеваю 10. Я говорил там слух или нет? Я, кажется, вам так и не сказал. А сам лежу, вы умеете сянуть. 10 килограмм максимально. Все, говорю, не поместится, не поместится. А вы, наверное, не догадываетесь, что при этом, что не поместится. Максимальная масса, я имею в виду сейчас 10 килограмм. Прошу прощения. Не заметил там. Максимальная масса 10 килограмм. Я, исходя из нее, фильтровал, что там какие-то предметы уже не помещаются. Вот сейчас я подгоняю так, чтобы у меня вот эти три предмета, если бы я оставил еще так 3, 3, 4, то они бы еще втроем влезли. А я сейчас хочу так, чтобы они не влезали. 3, 4, 4. Что получится в этом случае? Если я пойду по пути наибольшей жадности, давайте попробуем, только давайте этот предмет будет стоить у меня 6. Этот предмет будет стоить у меня 5. 5. 4, 4, 3, 6, 4. Что у меня случилось сейчас с плотностями? Новая масса плотностей. Сейчас посмотрим на результат. У нас здесь 4, 3, 4, 3, здесь 5, 4, 6, 4, это 3, 2, 3, 2, и 6, 5. Ну, какое число здесь самое большое? Ну, очевидно, самое большое число здесь вот это, правильно? 3, 2, это полтора. Это полтора. Дальше. Как сравнивать вот эти числа? 4, 3, 5, 4, 6, 5. На самом деле, очень просто. Самое маленькое число здесь вот это, 6, 5. Оно всего лишь на 1,5 больше, чем единица. То есть это 1,1,5. 1,5. Здесь 5, 4, это 1,1,4. Здесь 1,1,3. То есть следующий предмет по плотности стоимости материала, это вот это. Да, то есть я по принципу жадности, что схвачу? По принципу вот этой вот жадности, которая по плотности пытается найти. Что я схвачу? Я схватываю вот эти два предмета. Масса у меня 4, стоимость 6 получается. Второй предмет хватаю. У него стоимость масса 3, стоимость 4. Я набрал себе 7, 7 килограмм в мешке, максимально 10, и туда больше ничего не влазит. У меня сейчас влез предмет вот этот, да? И вот этот. По принципу жадности я их выбирал. Максимально по плотности материала. У меня осталось 3 килограмма в мешке пустых, но туда ничего не влазит. В результате что? Ну, я ухожу со суммарной стоимостью в сколько? 10. А мог бы уйти? А мог бы уйти со стоимостью 12. Потому что я мог бы взять самый дешевый, самый дешевый по плотности материала, да? Вместе с вот этим самым дорогим. Они прекрасно влазят, получается 9 килограммов. Да? Но мешок более полно заполнен, и 6 плюс 6 получится 12. То есть я здесь могу построить решение, в котором я 4 плюс 5, 9, я влезаю, это меньше, чем 10. И при этом стоимость у меня 6 плюс 6, то есть 13. Понятно? Короче, задача о рюкзаке является, она является так называемой НП полной задачей. Она принадлежит такому классу алгоритмических задач, для которых они считаются на данный момент НП полной задачей. Этот класс задач на текущих имеющихся исполнителях, на текущих компьютерах, которые у вас есть, он не имеет другого решения, кроме полнопереборного. Настоящего решения, кроме полнопереборного, у него нет. Но вы знаете, есть некоторые вариации задачи о рюкзаке, некоторые варианты ее, которые, оказывается, имеют свои алгоритмы. Давайте я вам сейчас расскажу только одну. Наверное, две галактики. Задача, которая имеет алгоритмическое решение, не полнопереборное, это задача о дискретном рюкзаке. На самом деле, все, что я сейчас писал, у меня здесь и массы, и стоимости были дискретными числами. Правда? Они были дискретными числами. Итак. Дискретно. Задача. Нет, когда мы будем ее решать, это динамическое программирование. Динамическое программирование. Так, сейчас я подстучу. Итак. В ней массы и стоимости будут у нас дискретными числами. Нам нужно сформулировать целевую функцию. Мы будем решать методом динамического программирования. Нам нужно найти что-то, что мы будем, собственно, искать. Итак, определим эту функцию следующим образом. f и тайкаты. f и тайкаты. Целевая функция. Это максимальная стоимость предметов. Максимальная стоимость предметов. которую можно уложить в рюкзак массы k. Которая помещается в рюкзак, ну не массы k, да, в емкости. В рюкзак емкости k. При этом второй параметр i, да, означает следующее. При этом можно складывать, можно использовать только первые и предметов. Первые и предметов. Понятно? Итак. Что я могу сделать? Я сразу вижу, что это у меня получается двумерное динамическое программирование. Функция у нас с двумя параметрами. Я сейчас по горизонтали расположу номера предметов. То есть у меня предметы, они первое, второе, третье и так далее. И я каждый предмет могу что? Либо взять, либо не взять. Правильно? Значит, если бы у меня был вообще допустимым только один предмет. Первый. Ну, понятно, чему будет равна эта функция, когда у меня один предмет. Сюда будем класть эти i, да, а по вертикали... Может быть, k, или ты лучше написать тогда? k, емкость, и... Ну, давайте я напишу k, или... У меня в алгоритме потом оно не расходилось сделано. Это, собственно, у меня идет максимальное количество предметов, которые можно использовать. А здесь у меня по вертикали будет допустима масса рюкзака. Так вот, оказывается, крайний случай очень прост. Вот, в ситуации, пока емкость рюкзака, пока емкость рюкзака не достигнет массы первого предмета, m1, я не могу взять ни одного предмета, и я суммарная стоимость равна нулю. Правильно? То есть, у меня здесь дискретная, а масса дискретная. То есть, у меня масса идет, емкость рюкзака 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня получается следующее. Так, давайте я в какой-то момент оборвусь. И поставлю вот здесь вот массу этого самого предмета, да, mк. То есть, у меня в какой-то момент в качестве емкости встречается mк, да. А рядышком перед ним там mk минус 1. Масса k, точнее, масса k минус 1. Масса k без одного там грамма или килограмма, в чем у нас дисплея. А дальше идет mk, но уже плюс 1 и так далее. Дальше идет до, сейчас обсудим, докуда идет, до суммарной максимальной массы. Но, на самом деле, если я знаю, какая у меня масса моего рюкзака, то здесь идет, собственно, максимальная строка, максимальное значение, это масса требуемая. Максимальная – это опустимая масса, которую мы можем найти. То есть, реальная емкость реального рюкзака, с которым мы пришли решать задачу. Так вот. А вот здесь вот везде стоимость, она равна нулю, да. До момента, когда еще не помещается. И вот у меня емкость трех рюкзака достигла емкости первого предмета. Соответственно, в этой задачке, очевидно, у меня появляется вылью... Ой, а что катый пишу? Я же первый предмет. Простите, не катый. Масса первого. Масса первого. Так вот, соответственно, у меня получается V1, да. И начиная с этого, V1 у меня будет везде. То есть, я, если можно брать только первый предмет, для любой размер рюкзака больше, чем масса, там уже V1, его стоимость, я угнет. А теперь давайте это крайне изучим рассмотреть. Наша задача сейчас будет в формулировке рекуррентной. Как нам в момент, когда мы знаем, что некоторое количество предметов... Давайте назовем его, буковка M занята под массу, К и заняли, да? G. G. То есть, некоторое G количество предметов можно использовать. Первые G предметов можно использовать. Да. А вы располагаете порядок предметов по возрастанию их стоимости? Это сейчас как раз не имеет значения. Абсолютно. По номерам, которые есть в предметах. В этой задаче не требуется их никак располагать. Ужарно. То есть, я в принципе формулирую и решаю вначале задачу вот так. Дальше. Я говорю, вот допустим, можно использовать только первый G предмет. Соответственно, и мне известны решения вот этих вот всех задач. Для массы 0 там, очевидно, будет 0. Для массы 1, может быть, был какой-то грузик массы 1 среди первых G предметов. Тут какие-то идут значения. То есть, тут идут значения какие? Ну, идет значение F, соответственно, первый G, F, второй G и так далее. И вот все вот эти вот значения какие-то, они есть все. Ну, понятно, что, кстати, тоже в крайний случай, понятное дело, что если у него есть такая масса 0, то для любого значения тут будет всегда идти 0. Понятно, да? В него ничего не внесешь. Вопрос, как мне перейти, собственно, к G плюс 1. К G плюс 1. И оказывается, что следующим образом, то есть, сама функция будет переход на F, соответственно, даже не знаю, давайте вот я все-таки I напишу, потому что I на алгоритме потом будет I использовать. То есть, здесь I это парамет, ну, некая конкретная I, I плюс 1. F, I, T, K, T будет равна чему? Я этот I, 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 наоборот, прошу прощения, я от предыдущего хочу перейти к вот этим значениям по предыдущим. По предыдущим. Так вот, я этот I, I, предмет, либо возьму, либо не возьму. Правильно? Вариантов нет. Значит, что я говорю? Мне нужно взять максимум из... Так, сейчас одну точку. Если номер I войдет в рюкзак, то останется свободным вместимость рюкзака, K минус его вес, M, который можно будет дополнить первыми I плюс I минус 1 предметами. То есть, у меня, смотрите, какой вариант для конкретного вместимость рюкзака. Если я этот предмет I буду брать, значит, под все остальные и минус 1 предметов, вот все предыдущие предметы, у меня остается меньшая емкость рюкзака. То есть, я говорю, я вот этот я точно беру. Значит, под все остальное и я решение оптимальное возьму откуда? Это будет решение... Давайте, вот я напишу два варианта, потом объясню, как их соединить. Значит, если я беру... Беру I предмет. В этом случае, вот эта вот максимальная стоимость, которую я унесу, она равна чему? Стоимости его этого предмета, то есть его V, I плюс чему? Плюс максимальная стоимость, которая поместится в рюкзак меньшего размера, на сколько? Меньшего на K минус M I. Понятно? А эту стоимость я знаю из ранее посчитанных целевых функций. F какая? Масса у меня... Ой, а я поменял K и ими ставил, простите. RK, да? Масса у меня уменьшилась, она стала K минус масса этого и этого предмета. А стоимость... Стоимость у меня... А I можно использовать предметы, кроме и этого, все остальные предметы с меньшими номерами. И эта задача ранее решена, то есть это оптимальная стоимость, она ранее найдена уже. Ясно? Оптимальная стоимость найдена для меньшей массы, если я беру его, значит я занял уже M I, то я в рюкзаке и осталась K минус M I. А если я не беру этот предмет, что получается? Ну тогда его стоимость не входит, если его стоимость не входит, но зато я свожу задачи к ходу задачи с тем же объемом рюкзака. Я говорю, значит на все остальные I минус один предметов, на все эти предметы, у меня остается больше места. То есть она будет тогда равна чему? M от K для I минус один. А дальше вопрос, так брать или не брать? Брать или не брать? А надо просто посмотреть, что из этих двух чисел больше. Правда? Просто максимум из двух. То есть итоговое решение, оно выглядит следующим образом. F K для I T, оно равно максимуму из V I T плюс F, соответственно, K минус M I T и минус один. Запятая F от K и минус один. Собственно, вот это рекуррентное решение, в крайней случае я сформулировал, да, и дальше остается только что. Оформить это не рекурсией, а динамическим программированием. Если вы сделаете это рекуррентно, если вы напишите именно рекуррентно, то у вас получится полнопереборное решение. Потому что каждый раз вы будете решать, вычисляя эту функцию, брать или не брать, в предыдущий каждый этап, нет. В общем, это будет полноценное переборное решение. Динамическое программирование приведет к тому, что нам тупо надо вычислить прямоугольник чисел размерами M на N, где N количество предметов, а M максимальная дискретная масса рюкзака. Понятно? То есть мы асимптотику свели вот этого дискретной задачи рюкзака, она равна O от N умноженное на M. O от N умноженное на M. Можно сравнить это дело, насколько это лучше, насколько это лучше, чем 2 в степени M. Если количество предметов, например, 100, можно себе прикинуть, и допустимая масса в пределах, хорошо, миллионов. Ну что у нас получится? 100 миллионов, а 2 в степени 100. Вам прикинуть, сколько это будет? 2 в степени 100. Всего лишь 100 предметов. А это очень легко прикинуть. 2 в степени 100. 100 делим на 3. Сколько получается? Примерно 33. Значит, это получается примерно 10 в степени 33. Больше, чем 10 в степени 33. Это 100 предметов. Задача 100 предметов. Отсюда, и я же, причем массы дискретные, я ввел сейчас, говорю, миллион вариантов, я грамм, граммами просто это дело. Из-за чего? Из-за того, что когда мы решаем задачу при помощи динамического программирования, у нас улетает комбинаторная сложность задачи. Мы всю эту комбинаторную сложность прячем в вычислении вот этих функций. Так, осталось 5 минут. Давайте я вам запишу решение, оно короткое. Оно до ужаса короткое. Без край, а, даже край не слышу. Итак, решение. С динамикой оно именно так понять сложно написать, а то все раз смотришь, а потом комментариев не хватает. А непонятно, что записано. Итак, что я делаю? Я делаю двумерный массив, то есть список списков и заполняю его нулями. Значит, что у нас будет? У нас будет, соответственно, сейчас одну минуточку. Это у нас будет n плюс 1, n плюс 1, n это количество предметов у меня. n плюс 1, да, умножить, нет, умножить, для i в диапазоне k плюс 1. Я назвал здесь это по-другому. Я назвал это максимальная масса. Значит, еще раз. У меня по вертикали идет не количество предметов, а у меня по вертикали идет масса. А по горизонтали идут предметы. И от предметов, а здесь у меня будет масса. А длина массива будет на единичку больше, потому что нулевой элемент входит. Все, вот так. Все заполняем нулями. И для крайних случаев это почти хорошо. У меня на самом деле ситуация только вот здесь. Но на самом деле, оказывается, я могу рассматривать ситуацию с нулем предметов. То есть если я рассматриваю ситуацию с нулем предметов дополнительно. Давайте я в ноль напишу, а здесь один предмет. То когда мы не можем ни одного, то у нас с любым резидоком, с нулем предметов, мы как раз можем взять ноль стоимости. Понятна логика? То есть я могу немножко расширить, и это естественным образом возникает. И для одного предмета там все ровненько к тому и сведется. Мы его либо берем, либо не берем. В зависимости от того, что у нас больше. Кстати, да, он должен помещаться. В принципе, мы его можем взять, если он помещается. Итак, дальше просто у нас двойной цикл. Соответственно, для... Мы можем идти что по И, что по К. То есть способ заполнения в данном случае, самое главное по порядку, слева-направо, либо сверху-вниз, слева-направо, либо слева-направо, сверху-вниз. Поэтому это не имеет большого значения. Допустим, 4I in range. Какой у нас диапазон? Естественно, что важно начинать с единички. И у нас идет до максимального N. До N включительно. А теперь К. К бежит в диапазоне, начиная от чего? Тоже от единички. И до максимально возможной массы. Максимально возможной массы. Я написал ее буковкой М. Максимально возможная масса. М большое. Что я дальше делаю? Я считаю, что у меня сейчас заданы два списка массы. Итрия. М маленькая от И каждого предмета. И, соответственно, его В маленькая от И. То есть у меня есть, соответственно, М. Итрия – это массы. И В итрия – это стоимости. Итого. Получается, что если у меня, в принципе, возможно, взять этот предмет, то есть если у меня его масса Итого предмета, она меньше либо равна массе этого рюкзака, емкости этого рюкзака, то я его хотя бы теоретически могу взять. В этом случае я выбираю максимум из двух. Тогда я говорю, Ф, К, Т и Т равно максимуму, как там и было написано, максимуму из Ф, К, Т и минус первое. И, соответственно, стоимость этого итого предмета плюс суммарная стоимость, оптимальная стоимость для мешка, в котором К минус М и Т, его емкость, и количество предметов, которые можно использовать на один меньше из предыдущего столбца. А если не помещается, если не помещается этот предмет в такой мешок, ну тогда вообще без всякого максимума, ну тогда Ф, К, Т и Ит, оно просто равно той же задачке для предыдущего, вот этого, да, просто равно Ф. Не берем тогда этот предмет, тогда оптимальное решение по предыдущей задачке для меньшего количества предметов. А разве это заложено? А? Это разве не заложено? Где? Я заполняю новый элемент массива по предыдущим, то есть каждый раз, когда я заполняю какой-то элемент, я его заполняю, исходя из информации вот тут, точнее, даже не вот тут, а вот тут, вот здесь. Сейчас, нет, меньшее, масса, так, вот в этом, в этом месте рассматриваем. Понятно? На самом деле даже только из предыдущих, то есть из предыдущего столбца, вот конкретно вот отсюда, то есть либо вот это число, то я его переношу сюда, либо какой-то из этих, если я этот предмет беру, тогда какое-то число из тех сюда пойду. Вот, собственно, решение. Результат, ответ, где лежит? Где лежит ответ? Ответ лежит в ячейке, соответственно, F от чего? Максимальной массы, вот массы моего настоящего рюкзака, и можно использовать все N предметы. Вот там ответ. Давайте так, тире, ответ. Или так, стрелочкой. Это там ответ. То есть как оно вот у нас бывает в динамике, в какой-нибудь оклеточке, в самой последней, лежит искомое число. На этом спасибо большое вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ